МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лето, отпуск, солнце и, конечно же, красивый загар". Мечта многих из нас. С наступлением тепла при первой же возможности мы подставляем тело под солнечные лучи. При этом порой не задумываемся о пигментных пятнах, ожогах и морщинах, частых спутниках чрезмерного пребывания под солнцем. Как загорать без вреда для здоровья? В нашей сегодняшней программе. Бесспорно польза, которую приносит нам принятие солнечных ванн. Кроме хорошего настроения, отличного отдыха и невероятного заряда энергии, у нас под действием солнечных лучей восстанавливается обмен веществ, улучшается работа всех систем организма и внутренних желез, увеличивается количество гемоглобина и вырабатывается такой необходимый для наших зубов, костей и вообще всех органов витамин D. Да и, собственно, цвет меланин творит чудеса. И цвет кожи после загара. Ох, какая красотища! Но сколько бы мы ни говорили о плюсах, нельзя забывать, что всего полезного в меру, а кому-то и вовсе не полезно. Например, беременным людям с аллергией на солнце и тем, у кого слишком много родинок, надо быть очень осторожными в играх со светилом. В нынешней природной ситуации солнце действительно перестало быть щадящим. Ожоги, сыпь, солнечные удары, преждевременное оспарение кожи. Поэтому даже, казалось бы, к такому безобидному занятию, как загорание, тоже есть своя инструкция по применению. Лучшее время нахождения на солнце с 9 до 11 часов дня. И с 16 пока не надоест. Начинать солнечные процедуры лучше с 10-15 минут, прибавляя каждый день по паре минуток. Быстрый загар вам никто обещать не будет. Но зато за качество не здрав ручается. Как известно, находясь рядом с водой или непосредственно в воде, вы тоже загораете. И даже больше, чем на суше. Стоит это принимать во внимание, выбирая себе место для отдыха либо рассчитывая время купания. Если вы любитель активного отдыха, у вас без проблем получится загореть ровно, используя для здоровья фигуры. Но как правильно загорать, если вы предпочитаете просто полежать под солнышком? В таком случае располагайтесь ногами по направлению к солнцу. Тогда загар ляжет равномерно. И главное правило. Обязательно пользуйтесь защитными кремами и носите солнцезащитные очки, так как ваши глаза также подвержены ультрафиолетовому воздействию. Многие мечтают о том, чтобы загар оставался как можно дольше. Сохранить загорелый цвет лица поможет морковная маска. Для ее приготовления потребуется тертая морковь, сливки и натуральный мед. Маску наносят на четверть часа, а затем смывают теплой водой. Еще одно средство для сохранения загара – маска из душицы. Траву растирают, смешивают с желтком и медом. Продолжительность процедуры – 15 минут. После иссушающего действия солнечных лучей восполнить недостаток влаги поможет минеральная вода и свежевыжатые соки. Загорайте правильно, и пусть ваше лето будет красивым. Чтобы ваш кошелек не устраивал сцены, мы в Вивате прессуем цены. С 25 по 28 июня кофе «Бонарома Голд» 150 граммов пакет по 139,90. Зефир – зефирная сказка классический. Всего по 39,90. Хочешь айфон 6? Все подробности на сайте darim100.rf